Медиагруппа «Авангард» представляет 7 и 8 декабря. Москва. СОК-форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Добрый день, уважаемые коллеги. У нас очередной выпуск свежевыжатого подкаста, приуроченного к грядущему СОК-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. И моим гостем сегодня является Сергей Солдатов, руководитель Центра мониторинга кибербезопасности лаборатории Касперского. Сергей, привет. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Алексей. Рад вас очень видеть. И слышать в первую очередь. И слышать в первую очередь. Да. Сергей, первый вопрос, он будет достаточно простым и небанальным. СОК лаборатории Касперского. Кто его основной заказчик? Это сама лаборатория и мониторинг внутренней инфраструктуры, либо это мониторинг заказчиков, либо и то, и другое в одном соке? Вопрос с подковыркой. Потому что здесь ответ, на самом деле, и то, и другое. Потому что мы одной командой оказываем и внешний сервис, мы оказываем сервис MDR, который базируется на наших продуктах, а также и внутренний сок в том числе. То есть можно считать, что лаборатория Касперского – один из наших любимых заказчиков. Поэтому так сделано специально, потому что мы, в принципе, все продукты используем у себя и в сервисе в том числе. Это нам позволяет быть не просто неким отдаленным от интерпрайза, что ли. Мы сами интерпрайз, мы сами имеем схожих заказчиков у себя внутри компании. И таким образом пытаемся как-то, может быть, слышать и практики взаимно применять. То есть какие-то нововведения, которые мы придумали для наших внешних заказчиков, мы пытаемся использовать в лаборатории. В том числе и обратно тоже работает. Если наши заказчики из лаборатории что-то хотят, мы потом пытаемся это тиражировать. Потому что команда одна, нам удобно, чтобы процессы были максимально схожи, чтобы у нас аналитики не путались. Я сейчас как то работаю, как лабораторий, внутренний сок или как внешний поставщик услуг. А если лаборатория ваш заказчик, то платит ли она за это? Да, она за это платит. То есть сок у вас, по сути, своей хозрасчетной для лаборатории? Ну, скажем так, они... Я не знаю, это интересный вопрос или нет? Ну, потому что многие, собственно, владельцы соков, руководители соков думают, как монетизировать свою активность и деятельность. Не-не, ну, они, конечно, какой-то ресурсный пул, рассчитываемый ресурсный пул, он выделяется на лабораторию. Причем это не только люди, это еще и некая инфраструктура обработки и хранения. И безопасность планирует на это бюджет. Это, на самом деле, достаточно удобно, потому что когда мы стартовали в 2016 году, мы как раз стартовали именно как внутренний сок. Поэтому мы не очень хорошо так говорить, но за ресурсы внутренней безопасности подняли уже большой сервис. Сейчас уже, конечно, у нас много заказчиков, и мы вполне себе окупаемся очень неплохо. Но стартовали мы именно как внутренняя команда за деньги безопасности. За что им большое спасибо. А, кстати, тогда встречный вопрос, нужен ли сок компании, которая занимается кибербезопасностью? Потому что, ну, часто бывает сапожник без сапог, компания, которая выпускает средства защиты, их сама у себя не использует. И с соком ровно то же самое. Ну, многие думают, блин, ну, зачем мне сок? Это же дорого, неудобно. Это я могу клиентам продать эту красивую мульку за большие деньги. А у себя я не готов это тратить. То есть вот можно ли сказать, что для компании, которая занимается кибербезопасностью, серьезно, не просто там является вендором, там, VPN-продукт, а предоставляет услуги и так далее, что для нее сок является там неким must-have? Или это там сильно зависит? Ну, сейчас уже это must-have, и я сейчас объясню, почему. Дело в том, что вот эта эпоха, когда вендор делает продукт, отдает его заказчику и забывает, она ушла в прошлое. Сейчас уже банальная вещь, скажу, там, атаки сложные, да, все такое. Но это привело к тому, что, в принципе, и продукты сложные. И мы, как вендор, ну, если мы отдаем продукт, и заказчик его там не очень эффективно использует, он, в принципе, не получает ту ценность, которую мы закладывали, ну, думали заложить при разработке. Это уже наша проблема. Поэтому нам очень важно продавать не просто продукт, а продавать некую операционную историю вокруг этого продукта, чтобы он, ну, как бы и правильно использовался, и заказчик в итоге получал ту ценность, которую мы планировали. Ну, потому что, ну, как, если мы, не знаю, там, стреляем из ружья плохо и, как бы, все время промахиваемся, то совсем не значит, что ружье плохое. А со стороны заказчика, можно сказать, что инструмент плохой. Нет. Просто важно, чтобы заказчик еще умел этим пользоваться. И чтобы уметь этим пользоваться, нужно самим уметь этим пользоваться. Тогда мы сможем этот наш опыт как-то трансформировать в... Я не хочу сказать какие-то там курсы обучения и так далее, но хотя все это тоже есть, безусловно. Скорее всего, тут больше о каком-то развитии продукта имеет смысл, потому что мы сами немножко раньше наступаем на все грабли с нашими же продуктами, чем наши заказчики. Это позволяет нам, может быть, чуть-чуть раньше как-то действовать проактивно. То есть, важный момент, что сейчас уже, ну, так, продал и забыл, это вообще не работает. Или оказал сервис и забыл. Это какие-то более-менее долгосрочные истории. И для того, чтобы долгосрочная история была, нужно иметь свой долгосрочный опыт. То есть, мы должны сами, говоря, сидеть в той же луже, чтобы хорошо понимать, как с этим работать. Извини, что прерву. Значит ли это, что вы используете куму сегодня как съем в своем соке? Или пока нет? Нет, почему же? Мы используем куму, но об этом уже говорилось неоднократно. И вообще, ну, с тех пор, как у нас, мы сидели на спланке, это, наверное, не очень секретная информация, но с тех пор, как спланк захотел уйти, сразу внутренняя безопасность, подумала, что с этим надо что-то делать, были разные опции. Был неплохой доклад от Андрея Евдокимова, это наш Head of Information Security, на Касперский Security Day. Он рассказывал, почему мы перешли на куму, но ответ «да». Сейчас поясню, в каком объеме. У нас немножко разные инфраструктуры для лаборатории и для внешних заказчиков. И для лаборатории именно, как СИЭМЛ, самой лаборатории, используется кума прямо сейчас. Она используется реально. И сейчас ведутся работы, ну, как бы мы уже закидали туда много-много фичер-реквестов новых, и, в принципе, когда они все выполнятся, мы можем рассмотреть возможность перевода вообще всей инфраструктуры MDR на вот этот ToolStack. Сейчас пока это только внутренние СИЭМЛ. А для внешних тогда что используется? Ну, для внешних там сложная солянка, то есть в основе хранилки там сейчас эластик, а на пайплайн свой, там как бы транспорт, Kafka, но там микросервисная архитектура, все сервисы самописные. И внутренние интерфейсы тоже самописные. То есть, как бы, ну, эластик стэк, можно сказать, но не совсем. Ну, вот это, кстати, интересная тема. Ты вначале сказал, что у вас SOC один, и для внутри, и для снаружи, но получается, что у вас один только с точки зрения, там, возможно, процессов и аналитиков. А технологический стэк, он все-таки разный. Получается, что одни и те же люди работают, по сути своей, в двух, ну, условно, консолях. Так ли это? Нет, это не так, потому что ARP-система одна, то есть алерты, которые высыпаются на аналитиков, они смотрят в одном месте, а дальше, когда нужно какое-то расследование провести, они провалятся в целевую систему. Ну, а с точки зрения, там, аналитика, это, ну, не очень важно. Провалился он, там, грубо говоря, в Кибану, или провалился он в интерфейс Кумы, который похож на Кибану, но не Кибана. Поэтому с точки зрения, что он там сидит и в разных консолях, и в реальном времени мониторит алерты, этого нет. То есть команда одна, и интерфейс работы с поступающими событиями один и тот же. Ну, наверное, все-таки же разные, те же самые там коннекторы, вот именно в Суаровской части, которые автоматизируют задачи управления теми же самыми инцидентами. То, что делает Кума, то, что делает там Аля на базе Эластика. Ну, вы что имеете в виду? Какие-то там типа плейбуки, они скрыты, на самом деле, для аналитика. То есть аналитик там все равно в ARP-платформе нажимает там кнопку. А какие процессы, где запускает-то кнопка, ну, в целом он и не знает. У него есть ссылка там провалиться в сырые события, посмотреть. Она будет работать по-разному. То есть он может провалиться в Куму, как я сказал, может провалиться в Кибану. Ну, там уже с предустановленным выборкой, с предустановленным сетчем, с предзапущенным. Но какой-то большой проблемы от этого пока не испытывается. Но она есть незначительная. Именно поэтому мы думаем, что, может быть, когда-нибудь мы вообще полностью на Куму пересядем. Но сейчас пока вот это... Ну, это уже не пилот, это уже давно продакшн. Может быть, там пилот у заказчиков. Но у нас это давно уже используется. Сложности с этим нету. Но в перспективе, наверное, мы все это выровняем. Ну, просто если так посмотреть на штат СОКа, там помимо аналитиков, помимо там респондеров, есть там некая инжиниринг-команда, которая, собственно, обеспечивает работу всех платформ. И получается, что это все-таки две команды. Это разные команды, да. Потому что инфраструктура МДР, она там радикально больше, чем инфраструктура внутреннего СОКа. И это делают разные люди. То есть, все-таки инфраструктура МДР обслуживает командой МДР, это номинированные девопсы, там выделенная команда. А инфраструктура лаборатории Касперского – это внутренняя IT-инфраструктура, по большому счету. И это там делают внутренние IT. То есть, это разные команды. Но с позиции СОК-аналитика это все детали, которые не влияют, не сильно аффектят, скажем так, на их, как сказать, операционную эффективность. А смотри, вот у нас в СОКе, у нас два СОКа. У нас есть СОК для внутренних целей и для внешних. И с точки зрения стека, оно может быть и действительно идентичное. Но с точки зрения визуализации картинки, то, что мы показываем заказчикам, оно коренным образом отличается от того, что делается внутри. Ну, потому что внутри ты сделал, как удобно для тебя, на коленке написал там кучу скриптов, и ты знаешь, как с ними работать. И тебе плазмы не нужны, которые там висят огромные, которые показывают ракеты, перелетающие с материка на материк. А для клиентов они не понимают скриптах, им нужна картинка. Поэтому у нас для клиентов там есть красивые комнаты с плазмами, куда можно зайти, посмотреть через витрину, что там делают аналитики. И выглядит это красиво. Вот у вас в СОКе есть вот эти плазмы, много плазм, куда можно привезти начальников, больших, так сказать, ребята вот здесь будут мониторить вашу инфраструктуру. Или есть некая витрина, но реальная работа, она все равно происходит где-то там в небольших комнатушках, удобных, собственно, для аналитиков. Или нет? Или все-таки это вот единое, там некий аквариум, вокруг которого можно ходить и смотреть вот эти плазмы? Я видел различные фоточки как бы СОКа лаборатории, где такой цилиндр стеклянный, в котором сидят аналитики, а вокруг всех ходят и любуются. Но это не СОК лаборатории, там сидят не наши коллеги, это там сидит Фред Ресерч, который обнаруживает угрозы в интернете. Дятлы, да, там сидят дятлы. То есть у нас нету красивых шоурумов для СОКа, поэтому все люди, которые хотят к нам прийти и посмотреть, как мы работаем, ну, в целом, как бы, ну, смотреть там особо не на что. То есть там, как бы, у аналитика есть, да, несколько мониторов, если он сидит, опять же, не дома, потому что у нас сейчас, ну, в данный момент вообще удаленка. И у нас аналитики СОКа, они там, ну, кто хочет сидит в офисе, но в целом они могут сидеть дома. Поэтому обычно это такие позывы что-то посмотреть, они заканчиваются тем, что мы показываем внутренние интерфейсы СОКа с лабораторными там данными, потому что мы не можем показать живых заказчиков, безусловно. Поэтому у нас есть лабы, где эмулируются атаки, где мы там детекты придумываем, и вот эту лабу мы можем показать. Смотрите, вот у нас там ARP, вот у нас тут алерт прилетел, вот так аналитик проваливается в сыряк, вот так он делает там фрадхантинг по, не знаю, сырым событиям. Вот, так он все, что запускает. Ну, то есть, обычно это все как-то достаточно искусственно выглядит. То есть, такого, как вы там приедете, не знаю, можно ли это называть, в Сбербанк, там, или, не знаю, в Ростелеком, там, вот эти шоурумы. Опять же, сейчас удаленка показала, что это, наверное, не очень нужно, потому что я сомневаюсь, что все эти подразделения работали прям весь-весь-весь карантин. Они наверняка тоже как-то уходили на удаленку, и, наверное, их эффективность не падала, когда они работали из удаленки. Или падала. И они хуже работали на удаленке. Вот. Ну, это ладно, оставим со скобками. Наверное, они работали с той же эффективностью, а сама ситуация о том, что эффективность не падает, показывает, что это все это не нужно. Ну, или нужно не в той степени, в которой это стоит. Тогда вот ты хорошо поднял тему про удалёнку. Значит ли это, что у всех аналитиков лаборатории, которые работают в СОКе, очень хорошие квартирные условия, что они могут себе позволить иметь выделенный кабинет, в котором поставить 2-3 плазмы, в которых, собственно, сидеть и мониторить? Нет, не значит. Потому что некоторые работали из дома. У нас удалёнка была непринудительная, у нас по желанию. Поэтому были люди, которые работали из офиса, именно как раз по причине таких вот квартирных условий. Ну, по-разному. У меня, вот я по себе приведу пример, я весь карантин прожил на даче. У меня там есть условия, чтобы работать в комнате, кабинет. А сейчас-то я живу в квартире в Москве, у меня тут условия похуже. И, соответственно, я хожу в офис. Наверное, так же у большинства людей. То есть у нас есть аналитики, которые работают из офиса, есть аналитики, которые работают постоянно из дома. Сейчас переходим на гибридную схему. Соответственно, мы будем частично из офиса, из дома чередоваться. Но, опять же, аналитик, он же сменный. А сколько у вас смены, кстати? 8, 10, 12? У нас смена по 12 часов. То есть у нас, как это, день, ночь, цепной, выходной. Это смена московская. Ещё есть смена follow the sun. Это люди сидят в Сан-Паулу и Владивостоке, они как раз это подкрывают. Там они работают только свой день, но с подменным. То есть они работают 12 днём, потом отдыхают, потом 12 днём отдыхают, 12 днём отдыхают. И есть подменные, которые, например, с чего шёл отпуск, то он входит в этот график, а так он как бы normal working day работает. А вообще меняется специфика СОКа при удалёнке? То есть когда все аналитики не сидят в одном помещении, соответственно, там collaboration, тулы какие-то должны быть специфические, и вообще требования по мониторингу того же самого удалённого, аналитика появляются, чего нету при оффлайн работе? У нас мониторинг, работа аналитика не построена на том, что я сижу и смотрю под камерой, что он сидит на месте. У нас есть метрики аналитиков, в этом можно долго говорить. В общем, там всегда работа аналитика, она видна. Сколько он что-то там обработал, сколько времени это заняло, потому что каждый там алерт, каждый инцидент, кто он репортит, по нему считается время, и можно понять, сколько он вообще времени затратил на этот объём работы, который на него упал. Да, были проблемы некой с коллаборацией, но, опять же, для аналитиков сменных это, может быть, не очень большая проблема, потому что они, ну, как бы, те, которые сменят, они и не видятся. У них там есть определённый процесс передачи смены, где они, ну, как бы, они раньше это делали, как бы, просто при встрече, сейчас они это делают по средствам коммуникации. То есть, у нас есть корпоративный мессенджер, у нас есть альтернативные мессенджеры на случай инцидента, там, ну, на сценарии, там, если у нас, не знаю, инфраструктура похачена, да, то у нас есть альтернативный канал связи. Наверное, первое время было какое-то неудобство, но сейчас все уже вообще настолько привыкли, что это ни разу не проблема, потому что можно и написать, можно и позвонить, но у нас внутренняя инструкция говорит, что лучше стараться всё писать, что потом можно было какой-то след отследить. Да, да. То, что у нас, ну, как, ну, это не секрет, часто бывают ситуации, когда нужно сделать разбор полётов, и очень важно, когда, кто, что, кому сказал, и какие были потом действия, и насколько было корректно интерпретировано. Очень много проблем, связанных с тем, что кто-то недопонял, недорассказал, там, в горячке, в торопях, там, не знаю, вот. Мы очень много проводим анализов таких, вот, как бы, постмортом, да, и пытаемся там улучшить, там, буквально, вплоть, там, если ты сообщаешь информацию, заказчик должен сообщить, там, у тебя вот чек-лист, там, таймстемп, там, точно, рекомендации, прям, у него аналитика есть инструкция. И мы потом пытаемся отследить, если, ну, проактивно, если, например, эта инструкция была нарушена. То есть, сейчас, вот, сейчас уже, может быть, зрелые удалёнщики, и у нас проблем, как бы, нет. Поскольку лаборатория – это, там, транснациональная компания, у вас, там, куча офисов в разных странах мира. У вас СОК-1, который закрывает, ну, помимо, вот, людей во Владике и в Сан-Пауло, но СОК-1 в Москве, или есть, там, некие центры компетенции, которые закрывают, там, Африку, Южную, Северную Америку, Азию. То есть, вот такая распределённая сеть СОКов. Ну, нет. У нас есть некоторые коллеги, которые сидят не только в Сан-Пауло, во Владике, потому что, помимо людей, которые работают в смену, есть люди, которые работают не в смену. И есть аналитики у нас в Соединённых Штатах Америки и в Европе ещё дополнительные люди. Но такого, что если у нас инцидент происходит там в Германии, его будет обслуживать германский аналитик, такого нету. То есть, команда, ну, как бы, кого попало. Команда, она международная, но разные инциденты берут разные. Ну, есть у нас умный робот, который выполняет назначение алертов. У нас алерты не берутся из очереди. Они у нас назначаются умным роботом, который настраивается. И есть у него настройки там, ну, из разряда, что инциденты по лаборатории Касперского, давайте бы выпадать только на московскую смену. Инциденты по Европе, давайте стараться выдавать на тех, кто там на английском будет немножко лучше, чем русский. Но в целом любой инцидент может попасть на любого аналитика. Но инфраструктуры, то есть люди одни и те же, но инфраструктуры разделены. Если вы сейчас клоните к GDPR-ным всяким историям, то инфраструктуры разные. Это действительно так. То есть для России она на территории России. Это либо лаборатория Касперского, либо Яндекс.Облако российское. Если это Европа и другие страны, скажем так, потому что есть у нас клиенты в Соединенных Штатах Америки, то это будет европейский Амазон. И за этим строго следится. Там эндпоинты, которые посылают нам телеметрию, конфигурятся. И мы, если что-то куда-то не туда полилось, мы оперативно-оперативно это пытаемся устранить. Точнее, структуры разные. Но база инцидентов, она где? Или они тоже разнесены? Это разные инстанции? База инцидентов пока одна, но инстанции будем разносить в ближайшее время. Просто сейчас, ввиду того, что команда-то одна, там как бы сырая телеметрия отдельно именно хранится, а вот уже, скажем так, инциденты за Реган, они все-таки хранятся в одном месте. Ну и портал, то есть клиентский портал, он же тоже один. Нет такого, что европейцы входят в один портал, русский в другой, а люди из Америки в американский портал. Портал один, база инцидентов одна, команда, можно считать, тоже одна, но она транснациональная, а инфраструктура, вот именно где сырая телеметрия хранится, вот она разная. Не, ну вопрос у меня был на самом деле не про GDPR, там compliance, хотя это тоже интересный вопрос. Это не ко мне. Да, я понял. А именно про иерархию, потому что там вот у нас три СОКа, таких три площадки, ну и куча есть аналитиков, которые разбросаны по миру, которые подключаются к той или иной части, хотя, опять же, а есть СОКи, которые строятся именно иерархически, есть главный СОК и есть там в макрорегионах центр компетенции, который обслуживает свой регион, там своя смена, свои респондеры сидят, которые при необходимости проводят работу на местах, а в голове потом все собирается, или они имеют там сквозной индекс по всем региональным СОКам. То есть вот здесь такая иерархия, но у вас ее нет, у вас соответственно все отъедино. У нас мониторинг централизован полностью, да, респондеры сидят на местах, там респондеры сидят на местах, и там ну разными командами это может делаться, но если нужно там локальное какое-то участие, то безусловно это будет делать локальный человек, то есть никто там из Москвы там не будет вылетать, не знаю, в Альдорф там и делать какую-то там форенсику. Нет такого предубеждения со стороны европейских заказчиков к тому, что их инциденты расследуют там а-ля русские, с учетом всей той геополитической фигни, которая творится сейчас в мире. Ну, они же знают, что мы русская компания, и они знают, что почти все R&D расположено территориально в Москве, и они знают, что я русский человек, говорю по-русски, я тоже с некоторыми заказчиками общаюсь, но нет предубеждения. В плане ссыловых команд и респондеров, скорее всего, это будут именно локальные люди, потому что инцидент-респонс у нас он распределен по всему миру, это немножко смежная команда делает, а мониторинг, ну, русские, бразильцы, абереканец у нас есть, европеец, такие ребята. Мидл из Тейс, ребята тоже, они умеют по местам говорить. Вы слушаете свежевыжатый подкаст, разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на SOC-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте SOC-de-fiz-forum.ru. Количество мест ограничено. Смотри, Сергей, ты упомянул про умного робота, который маршрутизирует заявки, алерты на этих самых. Я хотел бы, собственно, развить тему в сторону машин-левнинга, потому что, ну, есть разные точки зрения на тему машин-левнинга в деятельности SOC-а. Кто-то говорит, что это хайп, кто-то говорит, что это реально подспорье. На последнем RSA там был пяток докладов про машин-левнинг именно в инцидент-респонзе, не просто там для реверсинга малварии и анализа, а именно в респонзе как таковом. Вот насколько ML – это классная тема или это больше хайп, и пока статические правила, они справляются гораздо лучше, чем непонятно, как работающая ML? Ну, я бы сказал, что это давно уже не хайп. То есть сейчас, наверное, хайп – что-то другое. Точно не машинное обучение. Может быть, лет пять назад, может, даже десять – это был бы хайп. Сейчас это уже очевидное подспорье. Ну, у нас есть много, где применяются различные модели, как для детекта, так и для триажа инцидентов. Я об этом, кстати, на СОК-форуме рассказывал, так бегло. То есть это широко используется. Важный, наверное, момент в том, что не надо думать, что это такая серебряная пуля, которая спасет от всего. Его нужно с умом применять и очень точечно, очень правильно поставить конкретную задачу, которую хотите решить. То есть я сейчас сделаю ML, и что-то улучшится, и так не работает. Нужно прям конкретно. Я хочу вот какие-то метрики достичь. И, наверное, в этом случае это будет подспорье. Ну, у нас вот есть автоаналитик, я, наверное, не буду про него повторяться многократно. Есть модельки некоторые для обнаружения. Например, у нас есть моделька по классификации командных строчек. Она там понимает, вредоносная команда строчка, не вредоносная. У нас есть ML, это вот то, что с учителем. То есть она классифицирована аналитиками, либо строчки, либо как раз алерты, которые тряжет автоаналитик. Они размечены аналитикой. А есть модельки, которые unsupervised, без учителя. Например, они аномалии находят. И там есть великое множество их. Например, у нас есть аномалии, моделька, которая ищет аномалии по событиям. Ну, какого-то типа событий почему-то стало много. Это может быть какая-то инфраструктурная проблема, а может какой-то инцидент. То есть в любом случае эта ситуация генерирует алерт, и дальше уже аналитик живо разбирается, почему так произошло. То есть здесь вот эта пороговая модель, которая там, если у нас там алертов за пять минут больше, чем такое количество, она не будет давать результат, потому что есть разные ситуации. Есть праздники, есть выходные, никто календарь туда не будет указывать, правильно? В воскресенье одна работа. Причём, что такое воскресенье? У кого-то воскресенье, у кого-то уже понедельник, потому что у нас клиенты по всему миру. И тут как раз именно вот эта штуковина, которая профилирует, а потом даёт отклонение от профиля, она очень хорошо работает. По сырой телеметрии, по размеченным событиям. У нас эти ханты, про которые я всё время говорю, с 16-го года, это, в общем-то, разметка событий. Что-то подозрительное здесь. Дальше аналитик разберись. Можно смотреть всплески этих хантов. Такая моделька тоже есть. Там либо это хант зафалсил, значит, нужно тогда его починить. Опять чинит команда, которая юзкейс-менеджментом занимается, которая придумывает эти ханты. Либо там что-то происходит. Это значит, тогда нужно, ну, прям инцидент смотреть. Есть машинка, которая смотрит аномалия по горизонтальным перемещениям. Она сейчас, правда, как бы фалсит, но я верю, что когда-то она заработает, хорошо. Ну, то есть, какие-то точечные применения, их великое множество, и отдельная команда математиков, они с этим работают. Я здесь выступаю только как бизнес-заказчик. Я хочу фиксировать горизонтальное перемещение по событиям входа в домен. Давайте, не знаю, Bloodhound будем находить с помощью этой штуковины. Ну, давайте. Они делают, и я там дальше как заказчик. То есть, я какую-то суперматематику там, наверное, не расскажу, но, насколько я понимаю, опять же, я слушал на Курсере по машинам обучения, сейчас это тоже не Rocket Science. Есть какой-то набор готовых алгоритмов, которые берешь и используешь. Дальше там просто весь вопрос в подкручивании параметров этих алгоритмов готовых. То есть, их никто не изобретает. Ну, смотри, вот это хороший, как бы, поинт, но с машинным обучением есть вот как раз два нюанса. Первое – это наличие датасета. То есть, ты, особенно если ты используешь систему с обучением, тебе надо иметь огромный датасет, чтобы его разметить, и потом на нем машинка, собственно, обучалась, и потом нормально работала. Вот если у тебя датасета нет, то все это превращается в тыкву, и все эти ML-модули в какие-то CM-ы или самописные вещи, они не работают. У вас, видимо, с этим проблем нет при том потоке данных, который к вам сливается не только в рамках MDR, но и в рамках той же самой работы дятлов и так далее. Если у SOKA нет мощного ресерча, то у них и датасетов нет, и им этот ML, может быть, и будет как собаки пятая нога. Мне тяжело об этом судить, но поинт очень хороший. Единственное, что могу сказать, что тот датасет, который используется под переобучение как-то автоаналитика, который тряжет алерты, он, в принципе, берется из операционной работы команды аналитиков. Можно наверняка в любом SOKA переиспользовать результат расследования живых аналитиков для попытки расследовать это потом более автоматизированным способом. И я знаю, что вот этот автоаналитик, он, скорее всего, в продукт уйдет в ближайшее время. Не знаю, в кедр, в кумов, куда-то он точно уйдет, потому что он вполне себе уже зрелый. То есть, мы его там, дай бог, в 2018 году запустили, а сейчас прям без него уже не можем. То есть, у нас объем работы такой, как бы, объем работы сравнивается с размером команды такой, что если мы его выключаем, то мы прям это реально ощущаем. У нас там SLA прогибаются, мы начинаем страдать. Поэтому это хорошее подспорье. Датасет берется из операционной работы. То есть, там, считайте так, что треть уходит на автоаналитика, а две трети все равно перелопачиваются руками. И потом этот результат перелопачивания, он идет в переобучение. Ну, и я рассказывал, там есть маленький поточек на перепроверку, потому что мы контролируем же его постоянно. И если там у него есть ошибки, то это помечается живыми, опять же, аналитиками, уходит в переобучение. Машин-лёйнеры пытаются это расследовать. Но с тех пор там сейчас нейросеть. Нейросеть тяжело обратно расследовать. Когда там был этот кат-буст, было чуть проще. Но все равно они там что-то подкручивают, и она реально улучшается. А вот эти сайентисты, они в СОКе работают или это отдельно? Нет, это отдельное подразделение, которое занимается исследованиями. Они же, собственно, в продуктах занимаются машинным обучением. Ну, тогда все-таки это рокет-сайт получается, потому что если в СОКе нет своих дейта-сайентистов, то ты там нашел кучу этих библиотечек, кластеризацию или байс и так далее. И даже если ты нашел дата-сет, то не имея нормальных, собственно, а-ля математиков, которые могут это применить правильно, ты, собственно, не получишь эффекта от этого машин-лёйнинга. То есть вы в этом случае находитесь в чуть лучшем положении, чем многие СОКи, у которых нет команды дейта-сайентистов. Я все-таки думаю, что это вопрос продуктивизации. То есть, скорее всего, можно вот эти вот докручивания постоянно свести до изменения каких-то конфигов или докручивания каких-то параметров, по которым можно подсказку давать. То есть я думаю, что в перспективе это продуктивизируется. И не нужно будет именно привлечения математиков. Можно будет какого-то человека, который занимается архитектурой СОК, или который занимается, например, исследованием угроза СОКи, а такое должно быть. Ну, не знаю, там, use case management он делает. Вот он будет этим заниматься, не залазя внутрь. Только подкручиваю параметры какие-то конфигурационные. Сейчас пока да, ребята там прям код пишут, сидят. Но я думаю, в перспективе это можно будет победить. Но ты хорошо затронул тему с use case'ами. У меня был вопрос. Ведь СОК не может мониторить абсолютно всё. То есть его надо научить и сформировать какие-то гипотезы, на которые его заточить. И там, соответственно, будут у меня энное количество search-хедов, на которые я буду реагировать. Вот, соответственно, кто и, главное, как выбирают эти use case'ы, вот какие здесь есть рецепты. Вот, собственно, что вы мониторите в первую очередь, а что вы считаете для себя неактуальным. Как часто вы эти use case'ы пересматриваете. Это некий там life cycle есть, процедурка. Или, опять же, вот там на каком-нибудь там Black Hat'е рассказали о новой атаке или новой APT. Или ваши, собственно, ресерчеры увидели новой APT. Вот давайте use case'ы заточим под новой APT. Вот как процедура выстраивается? Ну, вообще, use case management – это процесс СОКа. То есть это номинированные люди делают постоянно. То есть это такой, как бы, operations. У нас там есть agile, у нас итерации двухнедельные, сквозной поток задач. Ну, а откуда берутся идеи? Ну, в первую очередь, это то, что уже случалось. То есть это, не знаю, instant response встречал такое. Это fret research такое находил. Это там great это видел где-то там in the wild. То есть это прям первый приоритет, это все нужно уметь обнаруживать. То есть там, в принципе, любая угроза, которая попадала вообще в лабораторию, она анализируется как, ну, не только, там, не знаю, инструменты про детекти, да, с помощью продукта, но и также поведенческие какие-то истории. То есть мы, безусловно, читаем все свои внутренние отчеты, там, как публичные, так и не очень. И отсюда, в принципе, выходит первый маленький поточек use case'ов. Второе, ну, то есть первый рецепт, конечно, свой research, но он не очень хороший. Но есть... Он не масштабируется. Хороший, то не масштабируется. Его плохо применять, если его нету, да. Но есть полно публикаций. Действительно, там есть набор твиттеров, на которые рекомендовал бы подписаться. Там публикуются новые техники. И, в принципе, ну, я в такой ситуации, что если какая-то техника, там, достаточно публично известна, то ее не используют. Ее, как правило, используют. Хороший пример, вот, у меня есть исследователь, там, Саша Родченко, он на ПХДе сделал доклад про, там, определенного рода техники использования. Вот это Common Language Runtime в Микрософте. И на тот момент, когда он делает доклад, в мае как-то мы не встречали in the wild использования вот этой истории. Он залипорил технику в Майтро. Ему пришел ответ, что мы, типа, не видели этого в природе. Сейчас он написал статью, вот, недавно. Ну, вчера, что ли, позавчера она вышла на двух языках, на русском и на английском. Но факт то, что вот прошло, сколько получается, несколько месяцев, но сейчас оно уже активно используется. Мы видим в инцидентах, это техника, ну, как бы, это применяется. Поэтому, если даже увидеть какую-то там теоретическую возможность, ну, наверное, все-таки стоит ее поиспользовать. Но это уже следующий этап. Сначала то, что реально активно. А откуда еще брать юзкейсы? Ну, возьмите Майтро. То есть, вот, хорошая база знаний. Там, причем, в Майтре нет техник, которые не используются in the wild. То есть, там теоретических нет. И, как я сказал, Саша Родченко был отправлен на доработку, именно потому что в Майтро не было известно случаев, когда это применялось. Сейчас это уже, да, Саша написал. Чуваки, берите, потому что вот-вот-вот сценарий, вот-вот они атаки, вот они, пожалуйста, инструменты на гитхабе лежат, которые ровно это используют. Может быть, сейчас уже у него примут эту технику в Майтро. Тем более в октябре обновление было. Да, да. Ну, в общем, возьмите Майтро за основу. Еще момент. Ну, у тебя получается, что там сейчас в Майтре у тебя 400 сабтехник с лишним, и, соответственно, у тебя 400 с лишним юзкейсов. Да, у меня больше даже. И все они активные? Ну, они все активные, но сейчас мы переходим к последнему, наверное, этапу, к приоритизации, с чего ты, собственно, начал. Здесь помогут метрики. То есть, по всем нашим юзкейсам мы считаем конверсию, это сколько она зарепортила инцидентов по сравнению с алертами. Мы считаем вклад, например, сколько из этой техники, из этого юзкейса нагенерилось репортит инцидентов, которые мы заказчику опубликовали. И, в принципе, эти две вещи, они динамически формируют два показателя. Критичность и точность. И те, скажем так, алерты, которые основаны на юзкейсах, которые имеют максимальную критичность и точность, они в приоритете обработки. Скажу больше, у нас вот эти ханты, они, в принципе, не все превращаются в алерты. Какие-то так и остаются обогащением. И это как раз связано с тем, что они, например, сильно фолсят. То есть они, например, полезны только при расследовании, когда за менее фолсящий зацепился глазом, а дальше начинаешь расследовать, то ты их найдешь в процессе расследования, но как самостоятельный алерт, они так и не будут произведены. Поэтому приоритет ровно по исторической статистике срабатывания этих правил, насколько они точно стреляют, насколько часто они приводят к высококритичным инцидентам, и это формирует, в принципе, приоритет их обработки. Ну, плюс вот этот машин-лёгинг, который автоаналитик, он, в принципе, часть потока сам на себя берет в автообработку, но свой рейтинг он там оставляет. То есть, в принципе, наши аналитики могли бы использовать скоринг от машинно обучаемой модельки, но они сейчас это не используют. То есть, наверное, когда будет суперзавал, они смогут тоже приоритизировать по этому скорому. Ещё есть метрика, например, тоже хорошее время расследования инцидента, основанного на том или ином юзкейсе, потому что это разные команды у нас, те, которые придумывают ханты, те, которые их расследуют, немножко разные люди. Сейчас удалёнка, они стали ещё меньше общаться. И мы, конечно, считаем, какие алерты, много времени, какие алерты чаще эскалируются, не знаю, на вторую, на третью линию, по линиям можно сейчас поговорить более подробно. Ну, это тоже как бы минус в карму этим хантописателям, что они там либо документация на хант плохая, либо вообще он непонятен на что. Потому что, в принципе, чем лучше они доведут туда операционной линии, как с этим работать, с алертами, которые они наизобретали, тем меньше эскалации в их сторону будут. Потому что они же, в принципе, ресёчем занимаются, а ресёч и оперейшн вообще плохо совместимы. То есть ты не можешь там сосредоточиться, если тебя всё время дёргают оперейшн. Если ты всё время в потоке разбора алертов, ты не можешь сосредоточиться, чтобы там поресёчить. Поэтому они заинтересованы, чтобы у них ханты были понимаемы, документируемы, чтобы у них тест-кейсы на них были, чтобы они там периодически запускались и супер-фолсящие как-то подправлялись, или как минимум находились автоматически. То есть это большой-большой процесс. Об этом можно отдельный подкаст записать. Смотри, ты говоришь ориентироваться сейчас в первую очередь на то, что происходило в ретроспективе. Как тогда бороться и детектить вещи, которые ещё не фиксировались ранее? То есть как ты затачиваешь сок под то, что раньше не происходило? Банальный пример. Например, компания внедряет какой-нибудь блокчейн себе в некую систему. Какие-нибудь залоговые накладные, там ипотека, голосование, неважно. То есть блокчейн совершенно новая штука. Никто ещё с ней не работал с точки зрения реальных инцидентов на неё. И у тебя даже в Майтре нету никаких, по сути своей, техник, связанных с блокчейном. И вот как, например, сок заточить под работу вот с такой штукой, которая только-только внедрилась, и вроде как мы ожидаем на неё атаки, но мы не знаем, что детектить. Ну, когда-то мы начинали думать о контейнерах и кубернетисе. Это модная тема. Вот у нас был ресерч. То есть мы какие-то базовые вещи там продетектили. Остальное уже в оперейшнсе, как это, фредхантингом. То есть, ну, по инструкции аналитик, он, если у него нет алертов, не сидит и не ждёт их. Он идёт в сручную телеметрию, что-то там гипотезит. У нас даже там определённая метрика есть, сколько инцидентов было зарепорчено вручную без каких-либо алертов. Это минус в карму ресерчерам, например. То есть, смотри, вот там первые две линии, они вручную находят, а ты вот почему-то это не смог в лабе это предусмотреть. То есть, безусловно, какой-то базовый ресерч проводится, с чего-то какое-то там начало положено. Ну, к сожалению, а может и к счастью, вот так вот супер как-то проактивно, ну, никто там впрок, наверное, не делает. То есть, есть несколько этапов попадания в детектирующую логику. То есть, если просто какое-то теоретическое исследование, скорее всего, на него не будут там алерты делать. Если это исследование уже, в принципе, не знаю, обросло каким-то инструментом, не знаю, доступным на гитхаме, или, не дай бог, в инцидентах было видно, то это уже точно продотекчивается. Поэтому все равно, когда мы придумываем какие-то базовые даже правила, мы оборачиваемся назад. Насколько это широко используется, чтобы этим заниматься? Насколько, по мнению нашего ресерча, это широко используется? А может быть, мы это прямо в инцидентах уже видели. Вот это вот, все, что видели, однозначно там обнаруживается, потому что есть там ЛесНСЛЕРН всегда. Каждый инцидент-респонс, он завершается там какими-то правилами обязательно. Ну, вот такие вот теоретические, типа как там, не знаю, опять же, перейдусь к Сашироченко, который нашел. В принципе, когда он это исследовал, мы сразу это все там, ну, попытались продетектить. У нас не было определенных там доработок. Мы заказали эти доработки, они потом в продукте выпустились, и сейчас мы детектим. Ну, и сейчас как раз это... Как раз продукт поспел к тому, что это вот инзивайл стал наблюдаться. Но если совсем прям какая-то супертеоретическая история, никогда невидимая, скорее всего, она первое время не будет покрыта какой-то детектирующей логикой, и она будет вручную найти. Она будет... Вот она, она в инциденте. И тогда уже ее покроют автоматическим обнаружением. Окей, спасибо, Сергей. И давай, наверное, тогда последний вопрос про линии. Потому что к линиям, ну, очень разные у всех отношения. И самое главное, все линии понимают по-разному. Кто-то там строит пирамиду снизу вверх, внизу там L1 куча людей, и L3 это там высококвалифицированные аналитики. Кто-то, наоборот, внизу мало людей, и наверху куча народу сидит. Кто-то говорит, что L1 вообще не нужна, и можно ее заменить там целиком машин-леунингом и полноценной автоматизацией. А кто-то говорит, что и вообще деление на L1, L3 это анахронизм. Люди должны работать в горизонтальной связи. Все иметь доступ к некому там дейталейку, и каждый с ним производить какие-то вещи. Ну, разумеется, обмениваясь там какими-то инсайтами и командами и так далее. Вот как у вас вот эта работа с линиями выстроена? Ну, я расскажу, как у нас. У нас линии – это не люди, которые разные квалификации. Это, скорее всего, люди, у которых разная ответственность. Мы стараемся, чтобы у нас операционные линии, та группа людей, которые отвечают за операционный мониторинг, чтобы там люди были одинаковые квалификации. У нас нет такого, что кто-то только по алгоритму работает, а если там выход за алгоритм, то, значит, это должна быть уже вторая линия. Да, такого точно нету. Все, что можно автоматизировать, мы стараемся просто автоматизировать. У нас там аналитика, там всегда есть какой-то элемент непредсказуемости. Если это полностью предсказуемая история, это, не знаю, там, респондером ВРП будет делаться. Есть такие тоже сценарии, когда происходит определенного рода инцидент, нужно послать письмо куда-то. Ну, то есть здесь нет работы аналитика, и аналитик здесь не подключен. А если аналитик подключается, там всегда есть для него задача. У нас есть понятие виртуальная вторая линия. То есть первая линия, у него задача не протушить SLA. То есть он работает, то есть у него есть там пул, который на него можно роботу назначить. Если этот пул заканчивается у тех, у кого есть пул, то есть там дефолтная очередь, это за него как раз ответственный дежурный. Дежурный – это тот, кто в смены ходит. Потому что есть у нас и сменные, и несменные, разные аналитики, но они все как бы первая линия. И они отвечают за то, чтобы алерт не протух. У них есть такая вот некая напряженность во времени, но у них есть право эскалации. То есть они видят, что либо... Ну, они принимают решение, либо они не успевают расследовать этот инцидент, либо он настолько сложный, что нужно больше времени, либо там какие-то новые нападали, они сейчас этим занимаются. Они могут эскалировать на вторую линию. И вторая линия – это понятие у нас виртуальное. Она образуется, когда возникает эскалация. То есть ежедвухнедельно, по-моему, ежедвухнедельно у нас выделяются дежурные, которые готовы принимать эскалацию. Это такие же люди, которые также сидят, молотят алерты из очередей, но если к ним пришла эскалация, они там ставят себе, значит, что они заняты, на них больше не сыпятся алерты, и они занимаются эскалацией. То есть это некая группа людей, которые готовы принять эскалацию. У них другая ответственность. У них ответственность отработать эскалацию качественно. То есть у тех не протушить, у этих довести до конца. Если третья линия, которая... Она в группе исследований находится, туда эскалируются сложные кейсы. То есть группа исследований – это несколько человек, но там тоже выделяется дежурный за операционку. Он тот, кто готов принять эскалацию в момент времени. У них двухнедельные спринты, то есть у них тоже раз в две недели выделяется человек, на котором можно эскалировать непонятную всякую ерунду. Он тоже там сидит что-то и что-то ресёчит, но если ему прилетела эскалация, он её бросает и начинает заниматься операционной эскалацией. Вот, наверное, три линии так построены. То есть две операционные, вторая виртуальная, она появляется, когда есть необходимость эскалации, и третья – она из ресёча номинированный человек. Окей, то есть по сути своей, как бы возвращаясь с Сиемами, а-ля Сиемами, с Кумой, с Эластиком, никто не работает, все работают с очередью, которая у вас в ERP. Именно так. Да, да. То есть всё, что нужно... То есть смотрите, Кума, ну вообще Сием – это, наверное, штука, которая коллерирует события автоматически. Туда ходят, если, например, там какой-то сырьяк посмотреть, какие-то алерты там сырые, но уже работа аналитика, где его время считается, сколько он потратил, на какой объект, какие респондеры запускал, это уже всё-таки место ERP. То есть и эскалации тоже проводятся в ERP определённым способом. То есть потом можно посмотреть всегда, сколько эскалаций. Есть даже метрика, сколько инцидентов, кто поэскалировал, может быть, он что-то не знает, может, его подучить надо. Почему он всё время эскалирует? Может, он загружен больше всех, почему так получается? Потому что очередь, как пул очереди у всех вроде одинаковый, но этот всё время эскалирует, а этот всегда сам доделывает. Есть метрика, количество, ну процент обработанное на первой линии, ну и мы стараемся, чтобы он был очень большой. Спасибо. Кстати, вот последний, наверное, такой простой вопрос. Где бы ты рекомендовал учиться аналитикам СОК? То есть вот если кто-то хочет прокачать свои скиллы, и вот куда ему? Санс или к вам, или ещё куда-то, или это только самообразование, практика, потому что нигде на курсах не учат нормально аналитиков СОКа? Это сложный вопрос. Но мы ОССП любим, потому что часто атаки, которые мы расследуем, они human-driven, они похожи на пентест, и очень хорошее подспорье, что аналитик, он там немножко хакер, он понимает инструменты, понимает поведение ожидаемое, что поискать, как сети ломаются. То есть, в принципе, у нас все аналитики ОССП сдавали, я сам сдавал ОССП, лидерские качества проявлял. То есть я не учился никак на Сансе, я не знаю, что там предлагаются, но говорят, что там очень хорошо. Вот у меня аналитики какие-то учились на Сансе, но они больше занимались вещами, связанными с форенсикой. То есть вот именно по СОКу там какой-то, есть какой-то курс, именно там security operations. Он по менеджменту, СОК. А, он по менеджменту. А, ну, тогда тем более. Остальное там blue team, red team, это отдельные курсы, куча форенсика и так далее. В общем, больше у нас ребята в offensive, там, ну, как бы она недорогая сертификация, и она реально полезна. То есть я как человек, который сам ее прошел, она реально прямо для того, что нужно. Такой хендзон хороший, и как бы очень-очень полезно. Насчет чему учиться. Ну, учиться у станка хорошо. У нас есть понятие онбординг. То есть каждый ньюкамер, когда приходит, ему там прочитывают какой-то набор презентаций, набор рассказов, не только про внутренние инструменты, но и про процессы. Как у нас там эскалации работают, как у нас телеметрия устроена, там у нас она очень особенная, там, что поля значат, в каких ситуациях какие инциденты генерятся. Есть база там старых инцидентов, ну, они обезличены уже, но они используются для обучения ньюкамеров. И после вот этого там усиленного обучения мы потом еще ментора назначаем, который стоит грубо говоря за спиной и смотрит, что человек работает корректно. И он всегда может принять там какую-то эскалацию, ему может обратиться, я не понимаю, помоги мне здесь. И вот в среднем этот онбординг занимает от одного месяца до трех, ну, и вот после этого он хороший человек. Есть люди, которых занимало это месяц, это, как правило, люди, которые в СОКе уже работали. Это вот хороший подспорь, если человек сидел в линиях, анализировал алерты какие-то схожие, это очень хороший подспорь. Эти люди быстро прям заводятся, а люди из смежных каких-то профессий, они там чуть больше требуются времени, потому что это психологически тяжелая работа вообще сидеть в линиях, ну, тяжелая работа, согласен. И вообще про людей это можно вечно говорить, как их удерживать там, как давать, чтобы они там не перегорали. Это очень сложная тема. Я хочу сказать большое спасибо тебе, Сергей. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Сергей Солдатов, руководитель Центра мониторинга кибербезопасности лаборатории Касперского. И наш свежевыжатый подкаст как раз приурочен к грядущему СОК-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. У вас есть возможность задавать свои вопросы во всех социальных сетях, в рамках которых публикуются анонсы о подкасте. Вы можете предлагать свои идеи, своих спикеров, которых вы хотели бы услышать. И мы, собственно, рассмотрим все ваши предложения. И сейчас мне хотелось бы сказать еще, Сергей, спасибо большое. Спасибо вам, Алексей, и спасибо всем слушателям. Я надеюсь, хоть чуть-чуть это было полезно, познавательно, не напрасно потерянное время. Я считаю, что было очень много полезной информации, инсайтов, и я думаю, многие получат что-то новое и извлекут из нашей дискуссии. Большое спасибо. Большое спасибо. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу СОК-форум и на сайте сокзефисфорум.ру. СОК-форум 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 СОК-форум